В октябре прошел молодежный форум «Молодежь. Энергия. Будущее». Мероприятие объединило около тысячи участников школ и колледжей областного центра. Еще более двух тысяч школьников присоединились к форуму онлайн. В ходе встречи говорили о воспитании подрастающего поколения и профилактике правонарушений среди подростков. Открыли форум театрализованным представлением, в котором показали различные вызовы и пороки, с которыми все чаще сталкивается современная молодежь. Это распространение наркотиков, буллинг и другие правонарушения. Поэтому нужно усилить их профилактику, считают организаторы. На встречу с учащимися школ и колледжей пригласили известных земляков, с которых нужно брать пример. Сегодняшний форум имеет знаковое событие, так как мы хотим вскрыть эти проблемы, донести до них и получить обратную связь. Среди участников форума есть молодые земляки наши, которые здесь начинали свою деятельность, добились больших успехов и показать, как образец пример достойной молодежи, к чему должны они стремиться. В этом году подростки совершили 64 преступления. В прошлом году таких фактов было 92. Для профилактики правонарушений в полиции организовывают встречи с учащимися школ и колледжей, создают условия для самореализации подростков, приобщают их к спорту, обретению новых знаний и навыков. Разъяснительная работа сейчас проводится. Потом берем на учет лиц, попадавших в поле зрения органов полиции. Разъяснительная работа не только в стенах школы, в том числе и с родителями. Вовлекаем в спорт, в другие массовые мероприятия. И вот такие форумы проводим. И индивидуальная работа тоже проводится. На форуме также представили различные проекты и разработки учеников школ, которые были отмечены на областных и республиканских конкурсах. Кроме того, участники мероприятия смогли увидеть оружие и технику, которой пользуются полицейские. Наталья Салько, Булат Молдогалиев, Айбек Даутов, Актубе, Хабар.